Математика. Сегодня на уроке вы будете моделировать и решать задачи в три действия. Применять знания о взаимосвязи между величинами длина, ширина, площадь при решении задач. Будете решать уравнение. А знаете ли вы, что в городе Алматы находится колесо обозрения, которое является одним из самых больших в Центральной Азии? Найдите значение выражения, и вы узнаете высоту аттракциона в метрах. Определим порядок действия. Первое действие. 802 разделить на 2. Второе действие. 660 разделить на 6. Третье действие. Сложение. Четвертое действие. Вычитание. Давайте проверим. Первое действие. 802 разделить на 2. Получится 401. Второе действие. 660 разделить на 6. Получится 110. Третье действие. К 401 прибавить 110. Получится 511. Четвертое действие. Из 511 вычесть 451. Получится 60. 60 метров высота этого аттракциона. Решим задачу. На аттракционе колесо обозрения разместилось по 6 человек в 24 стандартных кабинках. И по 4 человека в 12 комфортабельных кабинках. Сколько всего человек разместилось на колесе обозрения? Запишем краткое условие задачи. Стандартные 24 кабинки по 6 человек. Комфортабельные 12 кабинок по 4 человека. Вопрос. Сколько всего? Решим задачу. Что можно узнать сначала? Верно. Сколько человек в стандартных кабинках? 6 умножить на 24. Получится 144. 144 человека в стандартных кабинках. Что узнаем теперь? Верно. Сколько человек в комфортабельных кабинках? 4 умножить на 12. Получится 48. 48 человек в комфортабельных кабинках. Можно ли ответить на вопрос задачи? Можно. К 144 прибавим 48. Получится 192. 192 человека всего. Мы ответили на вопрос задачи. Запишем ответ. Ответ. 192 человека всего разместилось на колесе обозрения. Мы решили задачу в три действия. Выполним задание. Запишите все возможные значения длины и ширины по известной площади прямоугольника. Для вычисления площади прямоугольника нужно умножить его длину на ширину. Какие два числа нужно умножить, чтобы получилось 96 квадратных метров, 140 квадратных метров, 350 квадратных метров? Давайте проверим. Возможные варианты. 96 квадратных метров это 12 умножить на 8. 32 умножить на 4. 32 умножить на 3. 24 умножить на 4. 16 умножить на 6. 48 умножить на 2. 140 квадратных метров это 70 умножить на 2. 35 умножить на 4. 20 умножить на 7. 14 умножить на 10. 350 квадратных метров это 50 умножить на 7. 70 умножить на 5. 35 умножить на 10. 175 умножить на 2. Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием. А сейчас самостоятельно решите уравнение. Давайте проверим. Разность чисел 1,000 и у равна произведению 45 и 3. Упростим правую часть. 45 умножить на 3. Получится 135. Неизвестный компонент вычитаемое. Чтобы найти вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть значение разности. Из 1,000 вычесть 135. Получится 865. Проверим. Разность чисел 1,000 и 865 равна произведению 45 и 3. 135 равно 135. Правая и левая части равны. Значит, корень уравнения найден верно. Сумма 231 и х равна частному чисел 909 и 3. Упростим правую часть. 909 разделить на 3. Получится 303. Неизвестный компонент слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из значения суммы вычесть известное слагаемое. Из 303 вычесть 231. Получится 72. Проверим. Сумма чисел 231 и 72 равна частному чисел 909 и 3. 303 равно 3003. Обе части равны. Значит, корень уравнения найден верно. Частное 75 и А равно частному 50 и 10. Упростим правую часть. 50 разделить на 10 равно 5. Неизвестный компонент делитель. Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое разделить на значение частного. 75 разделить на 5. Получится 15. Проверим. Частное чисел 75 и 15 равно частному чисел 50 и 10. 5 равно 5. Обе части равны. Значит, корень уравнения найден верно. Молодцы, ребята! Вы справились с этим заданием. После завершения урока самостоятельно выполните задание по учебнику. Задание номер 3 на странице 61. Ребята, вам предлагается лесенка успеха. Поставьте смайлик на ту ступеньку, на которую вы поставили бы себя при выполнении заданий. Я уверена, что вы находитесь на самой верхней ступеньке лесенки. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы моделировали и решали задачи в три действия. Применяли знания о взаимосвязи между величинами длина, ширина, площадь при решении задач и решали уравнение. Наш урок завершен. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин